Свою косичку без опаски она обмакивает в краске. Это простая кисть, к которой сегодня добавим ярких красок вещам удобным, но уже неинтересным. Как, не имея особых художественных навыков, сделать футболку с дизайном собственного производства? Ручная роспись одежды – это тренд, который набирает популярность во всем мире, в том числе и в России. Для того, чтобы сделать рисунок на ткани, необходимо всего лишь иметь акриловые текстильные краски и кисти с синтетическим ворсом. Это прекрасный способ создать уникальную вещь и реализовать свои идеи. Можно не только ярко и оригинально преобразить гардероб, но и замаскировать случайно посаженное на одежду пятно. И неважно, футболка это или кеды, рюкзак или джинсы. Принт продержится годы, если правильно за ним ухаживать. А если хочешь добавить красок кожаной сумки или наскучившей косухе, то действуй, и на коже рисунок будет прекрасно держаться. Секрет в специальном составе акриловых красок для ткани. Краски прочно впитываются в волокна и не дают рисунку смываться и выцветать. Ухаживать за вещами с ручной росписью достаточно просто. Необходимо стирать одежду как в машинке при деликатном режиме до 40 градусов, либо вручную. С гардеробом мы разобрались, теперь проапгрейдим предметы интерьера. Краски те же, метод тот же. Освежаем внешний вид старых вещей и получаем удовольствие от творческих экспериментов. Прежде чем рисовать, нужно подготовить поверхность. В зависимости от того, что мы берем, значит обязательно обезжиривается. Чтобы защитить изделие от выгорания и сохранить яркость изображения, изделие нужно обязательно покрыть акриловым лаком. Нанесли лак, теперь можно проводить влажную уборку. Но стоит помнить, что готовые изображения капризны, так что пользуйтесь украшенной мебелью аккуратно. Акриловые краски гипоаллергенны, а значит можно расписывать даже одежду для маленьких детей, либо привлечь непосед для совместного творчества. Так что смело запасайтесь красками и кисточками, ведь это не только модно, но и весело.